Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем канале Студия Вкуса. Сегодня, друзья, у нас с вами рубрика «История одного заказа». Я получила заказ на шоколад. Мне нужно собрать два набора. Девушка пожелала один набор подарить своей подруге, очень хорошей и близкой, а другой набор она хочет подарить своему начальнику, который когда-то однажды ей очень сильно помог. И вот сегодня я решила вместе с вами собрать эти наборы. Ну что, давайте начинать. Я тут собрала уже все необходимое. Ну, как мне кажется, все собрала. Ну, если что-то нам будет нужно, мы с вами, конечно же, это возьмем. Так, ну что, приступим. Вот приготовила все необходимое. Сейчас я перчатки одену. Друзья, первый набор у нас с вами будет небольшой. Нам нужно с вами будет всего лишь 4 медианта. Девушка захотела, чтобы медианты были разными. Вот у меня коробочка. Так, вот так, наверное, пододвинем. Я думаю, вот такая маленькая коробочка подойдет очень хорошо. У меня здесь есть бумага тишью. И я что думаю? Так как у нас с вами вот здесь вот есть розовый шоколад, для девочки, наверное, идеально будет, если мы с вами положим розовое тиши. Я думаю, так будет очень хорошо. Я всегда кладу, потому что если у меня шоколад без упаковки, ну, как-то не очень гигиенично класть его сразу в коробку, да, поэтому мы с вами положим его на бумагу. Вот так я отрезаю. Я немножко, ну, я люблю такой мятый лук, скажем так. Я люблю, когда вот так немножко помято. Вот так будет нам великовато. Мы можем немножко подвернуть. Тоже все на глаз, а как без этого никак. Коробки все разные, размеры разные, не угадаешь. Ну вот, смотрите, как замечательно у нас с вами получилось. И вот я подготовила вот такие конфетки. Вот как раз для девочки, девчачьей. Но я так предполагаю, что у меня здесь поместится только три конфетки. Ну, мы скажем покупательнице, что у нас вместилось три конфетки. По цене ей будет более выгодно. Ну, и так как у нас девочка, то мы, наверное, выберем имидианты вот такие вот красивые, с цветочками. Смотрите, какая красота. Вот. И вот так положим. Она хотела разный шоколад, поэтому мы... Ага, разный шоколад. Цветочек мы, наверное, положим один, потому что девушка хочет шоколадки разными. И вот таким образом мы с вами вот так положим имидианты. Вот такой небольшой красивый подарок будет, небольшой презент. Я думаю, такому подарку любой будет рад. Я решила переложить вот этот шоколад, поменять его вот на этот, потому что тут цветочки повторяются, и мне так кажется более красиво. Вы согласны? Думаю, что да. Так, я всегда наборы фотографирую. Обязательно показываю клиенту, что получилось. Фотографирую в открытом виде. А потом, уже когда оформлю подарок, закрою. Здесь прозрачная крышечка. Вот. В наборе прозрачная крышка. Поэтому все видно, прекрасно, очень красиво. Ну и так как мы с вами брали розовое тишину, то я думаю, что будет очень хорошо обернуть вот такой розовой ленточкой. Сейчас мы с вами наклеим наклеечку мою студия вкуса. Очень мне нравится дизайн. Мне помогала дочь с этим дизайном. Очень красиво. Все, как я хотела. Вот. Вот так сюда наклеим. Посмотрите. Я не знаю, так, наверное, вам, да? Нам бороться. Все равно будет видно. Красиво. Мне очень нравится. Ну и завяжем с вами лентой. Надо, чтобы она не перевернулась, чтобы смотрелось красиво. Смотрите, какая красота. Розовый тишин и розовая лента. Вот так. Я так переворачиваю, чтобы получился бантик красивый. поменьше сделаем бантик. Коробочка маленькая. Бантик пусть будет небольшой. Правильно? Вот такая красота у нас с вами получится. Сейчас сделаем покороче. Ну вот, смотрите. Шоколадный подарок готов. Опять же, сфотографируем. Чтобы послать клиенту. Друзья, эту часть видео мне пришлось снимать без звука. Поэтому я прокомментирую за кадром то, что вы видите на экране. Второй подарок, который мы должны с вами приготовить. Подарок для мужчины. И этот подарок тоже будет сладким. Очень мне нравится эта коробочка. Она идеально подходит и под пастилу, и под конфеты. Но вот пришлось немножко ее подрезать, потому что у нас, опять же, с вами нестандартный подарок. Такого у меня в ассортименте нет. Но я всегда вам говорю, что мы можем наполнить коробочку по вашему желанию. Так и здесь мы положили для мужчины шоколад темный, шоколад с вишней, с миндалем и со специями. Здесь корица и мускатный орех. Положили конфетки в осеннем исполнении. Вместо тишью я положила бумажный наполнитель. Именно в этом наборе мне показался наполнитель более уместным, чем бумага тишью. Также этот набор мы должны дополнить медиантами. Их у нас должно быть четыре штучки. Я упаковываю по два медианта в каждый пакетик, потому что у нас с вами осталось две ячейки. Убираем липкий край, запаковываем, все хорошо приклеиваем и складываем нужные нам ячейки. Я очень люблю эту коробочку, потому что с ней можно сделать невероятное множество наполнения. Я в эту коробку кладу и пастилу, и фрипсы, и шоколад, и даже трюфель могу положить. Опять же, мы с вами фотографируем, вернее, я фотографирую. И также одновременно, пока я не отдала подарок, я делаю фото для соцсетей. Ну и закрываем все крышечкой аккуратно и повязываем красиво лентой. Ленту я выбрала в коричневом оттенке, потому что это у нас будет мужчина, подарок для мужчины. И поэтому мне кажется, что такая лента идеально сюда подходит. Вообще, я всегда говорю, что самый трудоемкий процесс это сборка ваших заказов, сборка наборов. Вот такой красивый набор для мужчины у нас с вами получился. Итак, друзья, вместе с вами мы собрали два набора. Один набор для девушки, другой для мужчины. Девушка наверняка насладится вкусом шоколада с каким-нибудь чаем, а мужчина, возможно, с коньячком. Что хочу сказать, что эти наборы были нестандартные. Таких наборов у меня в ассортименте вроде бы и нет. Но я всегда вам говорю, пишите свои пожелания. Хотите это, это и это. Вы мне написали, я сделала. Так, как это случилось сегодня. Девушка высказала свои пожелания и мы собрали эти два набора. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось и мне бы хотелось получить обратную связь. Что бы вы хотели в следующий раз увидеть? Какие видео вам больше нравятся? Может быть, еще что-то о шоколаде. Естественно, я буду продолжать делать шоколад, я буду продолжать готовить пастилу, я буду это вам все показывать. Но хотелось бы услышать ваше мнение, потому что мой канал не только об этом, хотя и называется Студия Вкуса, мой канал еще и о какой-то моей жизни, о кусочке моей жизни, которые я тоже вам рассказываю и показываю. Поэтому я хотела бы услышать ваше мнение, какие видео вам больше заходят. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!